Краснодар. Администрация города разослала по предприятиям приглашение на встречу с Единой Россией. Если до сих пор принуждали голосовать за партию работников бюджетных учреждений, которые зависимы от государства, то в Краснодаре добрались и до коммерческих предприятий, которые, в общем-то, никому ничем не обязаны. С подробностями наш коллега Александр Медведев. Да, коллеги, добрый вечер. Вот такое письмо мы получили из Краснодара, и в нем говорится следующее, что завтра в 11.00 в здании Зооинженерного факультета Кубанского государственного аграрного университета должна пройти встреча с Хатовым Джамбулатом Хизировичем. Это первый заместитель секретаря регионального политического совета партии «Единая Россия». Он же первый заместитель губернатора Краснодарского края. Организациям, получившим письмо, предлагается прислать список своих представителей, и это должно произойти сегодня, в администрацию Прикубанского округа города Краснодара должны прийти списки. В устной форме якобы сообщалось, что неявка чревата неприятностями, мягко говоря. Подписано письмо председателям Совета секретарей первичных отделений «Единой России» Прикубанского округа Михеевым А.В. Самому Михееву мне дозвониться не удалось, а его помощница осторожно спросила, что я житель или организация, когда выяснилось, что журналист отправила в пресс-службу регионального отделения партии. В пресс-службе сказали, что ничего не знают, и вообще такая встреча вряд ли состоится. Тогда я позвонил в приемную господина Хатова, и там об этой встрече тоже ничего не слышали, и в расписании на завтра она не значится. Но запланирована какая-то другая встреча с жителями одного из районов Краснодара. Тогда я позвонил в местный отдел агитационно-пропагандистской работы «Единая Россия» и поговорил с начальником этого отдела Алексеем Меркушиным. Сначала общаться он не хотел и пытался отправить меня снова в партийную пресс-службу, но потом все-таки признался, что и отдел пропаганды ничего, а предстоящей встрече зама, главы администрации не слышал и не знает, и что звучит немного удивительно, учитывая профиль отдела. Алексей Меркушин, правда, предложил мне связаться с непосредственным отправителем письма и даже дал его телефон. Вадим Александрович Игнатенко занимает должность заместителя главы администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, и он координирует работу по организационно-кадровым вопросам, связанным с общественностью и безопасностью. Вот что он ответил на вопрос о принудительном общении коммерсантов с господином Хаттовым. К сожалению, я такой момент не смогу прокомментировать, потому что надо четко понимать, кому она была адресована, для того, чтобы дальше вам ответить на вопрос. Изначально это было просто приглашение. А речь о принуждении здесь никогда не идет. Я вам так могу сказать. В принципе, садата, которая была обозначена, она была предварительная. У меня информация четкая, по конкретно дати нет. Ну, я надеюсь, что мы немного разворошили этот улей, и местные чиновники умерят свой агитационный пыл, так что присылайте нам вот такие письма, если они будут вам попадаться почаще, мы будем в них разбираться. Коллеги. Спасибо, Саша. Александр Медведев ворошил улей, рассказывал о растущем интересе Единой России.